Аркадий Нович, можете рассказать подробнее, кто он такой? Саи Баба – это сын Шивы и Кали. Это Бог, устраняющий препятствия Ганеша на нашем плане. У меня была такая тонкая материальная история, когда мы с Игорем Витальевичем начали по тонкому плану просвещать свои перемещения, кто очень заинтересовались тем, что делает Саи Баба, когда он материализовывал этот порошок, различные золотые вещи, жемчуг, золото. В общем, мы начали за ним подглядывать. А он тоже обратил на наше подглядывание внимание и сказал, что вы подглядываете, я вам так все покажу. И начал показывать. А потом оказалось, что у нас была предыстория, она была связана с тем, что в свое время я помог его матери, богине Кали. И эта память как бы во многом предопределила наши отношения. И сейчас, когда Кали уже в наше время, она приняла решение и осуществила его, она отказалась от своей ипостаси смерти и оставила себе только ипостась материнства. Об этих событиях я более подробно рассказываю в своих книгах «Дебор». Если кто желает, то можно все получить через интернет-магазин издательства «Культура» и прочитать. Но там были и дополнительности, которые как бы в эту книгу не вошли. Они тоже касались событий на тонком плане, потому что не все там было так у нас. Сначала безоблачно, нам приходилось принимать определенное сражение материальное с Игорем Витальевичем. И вот когда нас уже так окружили, что со всех сторон все, всякие чудовища, там крокодилы, волки, там все змеи, там все на нас наползало. Вдруг раздался трудный рев, и в пространство раступилось, появился огромный слон. У слона в области третьего глаза была сфера, а в сфере сидел тот, кто управлял слоном. Это был Саи Баба. Он пришел нам на помощь. Слон начал топтать всех этих гадов, чудовищ, и все они разбежались. То есть, вот понимаете, есть отношения и тонкоматериальные. Они, в общем-то, иногда имеют в виду очень серьезную историю. Получилось так, что та еще давняя-давняя история, которую я и не знал, и не помню, при воплощении наземной памяти, вы понимаете, перейти сверхсветового состояния в досветовое состояние, это как раз на рубеж, который стирает память. И я практически не помню все это. Мне это уже показывали, рассказывали вот сейчас в этой реальности. День за днем показывают, рассказывают, открывают. И я узнаю сам о себе то, чего даже никогда я не мог подозревать. Вот и вы сегодня тоже рассказали. Видите, в ваших видениях опять появился я, что-то там делали, что-то было со мной связано. Это уже вы видите. И мне рассказываете. Но, правда, здесь уже как бы для меня особого, так сказать, откровения нет. Тут многое уже я раньше узнал. Но, поймите, вот так идет этот процесс. Начинаешь вспоминать самого себя через других людей, которые тебе начинают рассказывать об этом. Ну и, конечно, самое главное, через что узнаешь себя, это то, что твои действия имеют некое значимое значение. То есть можно говорить о нас, кому угодно рассказывать и что угодно. О том, что можно вот, например, от рака исцелить человека. Но если ты не исцелил, если это люди другие не видели, то что твои слова значат? Ну, просто какой-то рассказ. Или органы. А вы посмотрите, сколько здесь сейчас в интернете сообщений о том, что люди... Где-то там, где мы напрямую еще с Игорем Витальевичем работали, вот на Алексеевске. Это первые годы еще до того, как нас тут начали. На нас начал нападать в прессе вот это по инициативе телевидения. А телевидение начало нападать по инициативе одной женщины, которая является женой генерального продюсера одного из каналов. Тоже все вот так вот идет, цепляется одно за другое. Вот пока они на нас, когда еще в то время не нападали, мы же напрямую работали. И сколько людей вокруг нас? И органы времени много, избавиться от самых тяжелых заболеваний. Это же тысячи свидетельств. Вот когда есть такие свидетельства, они же меняют. Вот все вокруг и то, что тебе начинают, а тебе же раскалывать, оно все приобретает совершенно другой смысл. Вот так постепенно сам себя узнает душа. И каждому это предстоит пройти, узнать самого себя. Изначально мы все духи. Но вы представляете, что такое дух? Это частица Божества, самого Бога. Это его энергия. Энергия его творения, дух. Он творит духами все. Создатель все творит духами. То есть представляете, какое их могущество, какое знание. А это все вы, вы все духи. И мы пришли на Землю. И забыли самих себя. Почему? Ну, потому что перешли со сверх светового режима существования на досветовой. Это понятно. Это материя. Материя начинает свои права качать. Спасибо, Аркадий Ильич. Аркадий Ильич, скажите, влияет ли количество участников вебинара на результат работы участников и как? Конечно. Чем больше участников вебинара, тем мощнее будет результат. И через это могут даже открыться и сновидения. Потому что, еще раз говорю, с кем поведешься, так тебе и надо. Помните шуточку? Ну, она же не просто так. Вы же попадаете в другие, как бы, вибрационные состояния через это. Включаются ваши резервы, которых вы даже не знали энергетически. Вдруг начинают работать. Вы меняетесь. Обязательно. Все может не вдруг произойти. Но может, кстати, и вдруг. Потому что уже были такие случаи, когда несловение просто головело открывалось. Вроде. Вдруг. Управия. 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 Управия.